Здравствуйте, дорогие родители! Мы продолжаем наши встречи. И сегодня речь пойдет о заболеваниях, которые, я не могу сказать, встречаются довольно часто, но встречаются и очень часто возникают вопросы по поводу диагностики или по поводу ведения таких детей или по поводу того, как с такими детьми быть. Короче говоря, речь пойдет об эпилепсии или состоянии, похожем на эпилепсию. Вот здесь мы будем с вами разбираться. Достаточно распространенное неврологическое заболевание, возникающее в разных возрастах, и мы с вами основной упор сделаем на эпилепсию, которая возникает в раннем возрасте. И вот здесь надо очень четко понимать, что практически всегда это установлено, это доказано, проводились множественные исследования, включая исследования совершенно определенные группы детей, что практически все формы эпилепсии, возникающие в раннем детском возрасте, ну или даже до подросткового возраста, где-то до 15-16 лет, они связаны с нарушениями той или иной степени процессов коры в коре головного мозга. Значит, причины возникновения эпилепсии в принципе можно разделить на две группы. Первая группа причин, она связана с нарушением каким-то последней недели беременности, это связано с какими-то моментами в коре головного мозга, либо кровоизлияние, либо гипооксия, либо какие-то резкие изменения, которые вот сформировались именно в тот период. И вторая группа, это проблемы, связанные с самими процессами родов, а именно родовой травмой, повреждением шейного отдела, верхнего шейного отдела, с первого-второго шейного позвонка и как следствие нарушения кровотока той или иной части коры головного мозга. Практически все развитие эпилепсии, оно связано с этими проблемами. Поэтому можно говорить о том, что если есть то или иное повреждение, значит, соответственно, есть и вероятность развития эпилепсии. Теперь мы поговорим о том, какие формы эпилепсии могут быть, вот такая классификация небольшая, чтобы вы немножечко понимали, о чем мы говорим, или имели представление о том, как классифицируется, как развивается эта болезнь. Итак, первая форма этой болезни называется симптоматическая. Это как раз те проявления, о которых я говорил. То есть, либо повреждения в последних месяцах, неделях беременности, либо повреждения во время родов. И, соответственно, есть какие-то изменения в коре головного мозга. То есть, они вины, они определяются, и, соответственно, очень достаточно легко диагностироваться. Вторая форма эпилепсии это идиопатическая, когда на первый план выходит наследственность. Но хочу сказать сразу, что эпилепсия не наследуется в том понимании, как мы говорим. То есть, если, допустим, у папы там голубые глаза, то у ребенка будет голубые глаза тоже. Не признак наследуется, то есть, эпилепсия есть или нет, а наследуется предрасположенность. И вот если у ребенка генетическая предрасположенность, ну, скажем, там, папа, мама, дедушка, кто-то в семье страдает эпилепсией, то вероятность развития эпилепсии у ребенка возрастает. Именно идиопатическая форма. Причем, проявится или нет эта предрасположенность зависит точно так же от состояния плода в последние недели беременности раз или в том, как проходили роды. То есть, если есть повреждения при прочих равных условиях у ребенка с плохой наследственностью, вероятность возникновения эпилепсии, значительно повышается. И третья форма эпилепсии – это так называемая криптогенная форма, когда вроде бы на первый взгляд причин нету. Непонятно, с чего вдруг она возникла, но здесь проблема не в том, что нет причины, а проблема в том, что мы эту причину не можем выявить. То есть, как бы нет вроде бы внешних каких-то показателей, говорящих о патологии в поздних сроках беременности или патология какая-то в родах, что вроде бы на первый взгляд нет, но это не говорит о том, что ее не было. На самом деле это говорит о том, что мы по каким-то моментам, по каким-то причинам что-то недовыяснили. То есть, что-то осталось скрытым. Поэтому эту форму так и называют форму криптогенную, то есть, как бы неопределенную. Теперь надо понимать, что эпилепсия может проявляться по-разному. Ну, давайте мы сейчас обговорим формы эпилепсии, которые есть, вернее, сами приступы, как протекают. Они могут протекать по-разному, а чуть позже вернемся и поговорим о том, как же выявлять, как же помогать детям в таком состоянии. Итак, первый такой наиболее понятный, наиболее тяжелый, тяжелая форма развития приступов называется генерализованные судорожные приступы. Это практически те самые припадки, которые, ну вот, в народе знают и говорят, вот там подучие, да, вот приступ эпилепсии развелся. То есть, мышечное напряжение возникает, очень сильное, повышается резко тонус, кратковременно останавливается дыхание, затем начинаются судороги, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут, ну, где-то в среднем, может быть, 5-6 минут, ну, может быть, и до 20. Иногда во время приступа возникает самопроизвольное поражение мочевого пузыря, вот, судороги прекращаются сами по себе через это время, и ребенок засыпает, и когда он просыпается, в общем-то, в большей части и не помнит того, что с ним было. Встречается тоже относительно часто и другая форма развития эпилепсии, так называемые бессудорожные генерализованные приступы, или их еще называют абсанцы от французского слова, абсенс, отсутствие. Эти приступы протекают менее заметно, и вот очень часто на них как бы внимание обращают, но не дифференцируют их как приступы эпилепсии. В чем они проявляются? Они проявляются в следующем. Во время таких приступов ребенок внезапно замирает, взгляд становится отсутствующим, пустым, может присутствовать дрожание век, то есть глаза начинают вроде быть закрыты, но подрагивать. В этот момент ребенок может закатывать глаза, запрокидывать голову, он перестает реагировать на окружающих, то есть невозможно его привлечь во внимание, невозможно его окликнуть, и через несколько секунд этот приступ прекращается, ребенок продолжает заниматься тем, чем он занимался до приступа, то есть практически не переключается, вот там что-то делал, не доделал и спокойно продолжает это делать дальше. Такие приступы могут дляться где-то в районе 5, 10, 15 секунд, ну, очень редко, крайне редко больше 20 секунд, и чаще всего взрослые не замечают этих приступов или не обращают на них внимания, воспринимают это как обычную рассеянность или как какую-то задумчивость, причем нужно совершенно четко понимать следующее, во-первых, такие приступы бессудорожные чаще всего начинаются в более старшем возрасте, где-то в районе 4-5 лет, причем девочки страдают такой формы эпилепсии в два раза чаще, чем мальчики, и такая форма может длиться несколько лет, и довольно часто она сама по себе исчезает, начиная с периода полового созревания, вот когда идет гормональная перестройка, эти приступы уходят самостоятельно и практически не возвращаются, единственное, что может спровоцировать возврат этих приступов, особенно, когда речь идет о девочках, естественно, это беременность, то есть какой-то вот стресс, а если мы говорим о мальчиках, то стресс или тяжелое инфекционное заболевание, тяжелое, которое действительно ставит жизнь ребенка под угрозу, вот тогда на фоне выздоровления, через некоторое время после выздоровления такие бессудорожные приступы могут вернуться, но это совершенно необязательно. И следующие приступы, которые мы различаем, это так называемые атонические приступы, то есть приступы, которые, исходя из названия, говорят о потере тонуса, то есть эти приступы характеризуются совершенно внезапно на фоне вроде бы как полного здоровья потери сознания. и довольно часто эта ситуация выглядит как обычный обморок, и родители могут воспринять это, ну там ребенок предположим перегрелся или переволновался, или там скажем сильно испугался и так далее, и так далее. Если такая потеря сознания возникает один-два раза, то в общем-то это действительно может быть так. Если такие приступы случаются часто, то следует обратить на это внимание и практически всегда это серьезный повод обеспокоиться. Иногда атонические приступы могут проявляться в непроизвольном напряжении мышц рук, чаще всего это приведение рук к груди, наклоняется голова, туловище вперед, наклоняются ноги, резко сильно выпрямляются и сильно напрягаются, и чаще всего такие приступы возникают по утрам и проходят довольно быстро, через несколько секунд. такие приступы атонические случаются в более раннем возрасте, чем мы говорили по поводу предыдущих. Обычно они возникают в возрасте двух-трех лет и к семи годам в общем-то в среднем проходят тоже самостоятельно, не вызывая никаких дальнейших осложнений. Так что ну и в заключении нашего первого такого рассказа о приступах эпилепсии хочу вам сказать, что практически все приступы эпилепсии разной формы сопровождаются головными болями, сопровождаются резкой тошнотой, рвотой, но вот как различить и как заподозрить вот по этим признакам эпилепсию как таковую мы поговорим на нашей следующей лекции. А пока спасибо за внимание, будьте здоровы и до новых встреч на нашем сайте.